всем привет ребята ну что сегодня у нас будет очередной думаю информативный видосик для многих это будут подземки я на сардельки начал уже более-менее так активно фармить подземки немножко так фармлю пропуск пропускаю пропусками потому что надо добить шар ну и прохожу так я уже дошел там до 5 жестокого я не знаю пишите в коментах вы хотите уже видеть начало наверно с кошмарок либо показывать вам по 10 жестокие за снимать как проходить но по сути на жестоких ничего сложного нет и сегодня видосик я вам расскажу проблемы возможно новичков либо незнание почему многие не могут пройти я проходил гарнизоном да он вкачанный в топ опять же это гарнизонные герои проходил подземки какие нюансы есть то есть поговорим о таком о применении макросов почему ног 7 не проще играть чем на планшете то есть вот эти все нюансы самое основное то что проблему многих некоторые имеют топовые герои но не умеют проходить некоторые не имеют топовых героев не умеют проходить некоторые не имеют ничего он умеет проходить тут очень много факторов то на чем вы играете на телефоне там на планшете на компьютере в этом тоже есть немножко проблем скажем так часть проблем часть проблем ваших героев часть проблем в том что люди не знают как дикого использовать какие герои нужны в общем это постепенно будем разбирать возможно вам в части объясню кто-то для себя что-то увидит новое подземки в принципе они несложные что вам для этого нужно во первых вам нужно иметь магию то есть вы должны прокачивать мои хотите не хотите есть обязательная магия без которой вы подземки не будете тащить и чем дальше тем хуже то есть основная магия не надо там дочь стрел восстановление использовать я без него бегу и все прекрасно все чудесно ярость ареса плюс к таки ангел-хранитель то есть это две магии которые у меня уже есть доступны дальше самая такая одна из топовых и иступления ары которая дает увеличение статистику статистике вашего героя атрибутов и самое наверное самое топовое на 16 уровне это метель без которой многие подземки сложно пройти то есть вот эту вот магию вы должны качать в любом случае помимо этого надо в любом случае войти в какую-то гильдию где есть магия гильдейская то есть есть гильдейская магия без которой реально намного сложнее проходить я проходил много раз без нее просто тупо тащил но тут есть разные вариации защита юнитов защита и героев и плюс для фарма есть богатство это еще раз скажем так упрощает прохождение подземок помимо этого третье это герои которых вы используете многие неправильно их выкидывают многие неправильно используете качают на тех кому надо для подземок вам в любом случае на начальных этапах нужен купидон там например купидон валька те кто дают энергию афина даже то же самое возможно как вариант но все очень рандомно тут вам рассказать какой-то идеальный состав нельзя потому что у каждого разные прокачки у вас должны быть там хранитель купидон афинка например и кавка кто у нас там еще есть такое топовый искать другие тоже самый хиллеры должны быть и герои которые наносят домах если вы конечно донат вам минотавра там плюс пару баферов хватает с головой имена для без доната самой в первую очередь надо качать тиковку купидона вальку те герои которые будут заряжать ваших всех остальных потому что у вас будут проблемы с набором энергии и с использованием скиллов ваших героев если не будет успевать заряжаться правильность в кидании магии на определенных подземках надо правильно выкидывать магию с кого стартовать то есть у вас должен быть и танк либо если вы стартуете стыковки то есть очень много нюансов у некоторых ты кавка вот самая основная проблема почему люди не могут проходить хотя мне герои хорошие они стартуют не с того героя если у вас на тыковки нету там 8 берса например и она там вкачано неплохо 3 2 берс вообще без берса можно проходить подземки до определенного уровня просто надо кидать 1 тыковку для этого на многих подземках надо чтобы вы ее кидали 1 так как ее башни будут там заряжать она будет быстрее ускоряться потом ваши герои под разгоном нормально будут уже считать всех то есть пройти можно даже без берса там некоторые подземки возможно мы будем отрешивать вообще без тыквы сейчас можно проходить все зависит конечно от того насколько у вас качаны герои кидайте 1 тыковку обязательно и нужен ангел для того чтобы она получила щит и не сдохла у вас сразу если у вас есть скин бездонатные которые раздавали это еще лучше он дает еще жизнь то есть такие вариации скажем так смотрите сейчас покажу вот дает плюс 50 тысяч жизни у меня вот она сейчас имеет слышал случайно она имеет очень мало ну посмотрите на ее жизнь этот половина у меня только вкачан один скин только дает сока поэтому в любом случае в первую очередь собирайте скина на нужных героев которые дают там жизни и разные усиления потому что без них реально будет очень сложно так ну что поехали я вам на примере этих подземок покажу и давайте отдавайте изначально перед тем как покажу расскажу что такое макро но у макросы допустим или как их создать потому что многие не знают что намного проще с компа проходить потому что можно забиндить в этих ну клавиши в эмуляторах если открою дима эмулятор из подключал так захват экрана вот вот у меня есть панель вот как видите можно выставить вот у вас махи где-то здесь примерно в этом выставляете клавиша один например нажимаете 1 да там вас она будет использоваться в определенном череде сейчас попробую сохранить как она получится можно на примере райда это проверить не видите надо немножко выше поднять то есть вы настраиваете в первую очередь вот вот у вас будет один же где-то вот так вот потому что там 1 и у вас уже на клавиши 1 магия будет для подземки сразу но все зависит от того как вы выставите можно дальше выставить то есть тут вариации очень много посидите разберетесь это очень помогает особенно на дальнейшем прохождении когда вам надо быстро выкинуть все и не потеряйте секунды которые могут там дать дополнительные проценты это особенно относится к 6 седьмым кошмарка для бездона можно также с мобильного но если у вас есть компьютер это намного не проще вы можете себе выставить то как вам надо запить макрос там скорость увеличить то есть вариаций очень много даже вплоть до автомата выпуска героя можно сделать если по заморачиваться так с этим мы разобрались поехали на подземке пишите в коментах что вы хотите еще узнать буду вам рассказывать потому что рассказывать можно очень много нереально нюансов очень много по этому поводу так давайте жестокое начнем фарме 4 у меня есть 4 записано этом полусонный но я все-таки его за фармин хотите тоже открою но я думаю жестоких лучше с кошмарок начинать то есть как видите вот есть у вас смотрите сразу же тут нету еще тотемов смотрите где есть юниты вот выкидываете тыковку видите она у вас уже проседает и конкретно проседает там герои щас отъела пока одупляться ты как у может слить то есть вы на нее можете кинучить если она первая прибежит но вот смотрите что у меня получилось конечно у меня тыковка персовая но она вот ее башни атакует и посмотрите насколько она быстрее заряжается то же самое у вас может быть то есть вы выкидываете в первую очередь тыковку китаете даже вплоть до того что на нее ангела заберите сразу же ангела хранителя она просто разгонит всех сразу и все этого вполне хватит чтобы не пройти там на сто процентов пройти на 50 процентов то есть этого будет вам хватать чтобы дойти там до 10 подземки на которой там самые топовые плюшки на сто процентов прошли потеряли одну мою также много играет гарнизон до гарнизона мы попозже дойдем потому что он пока по сути не нужен некого разряжать никого бояться скажем так вот смотрите сколько сейчас мы кидаем вот здесь тех остальных отсюда посмотрите на тыковку насколько она быстрее вот рину уже слили из-за того что программе мою насколько она быстрее сейчас будет заряжаться за того что ее бьют вот она получает максимальный разгон соответственно ваши герои сейчас будут там ничего себе прям целая война конечно если у вас будет там анубис минотавр и прочее вам то это нафиг не надо в этом себе сделали так прокачали его с донатом то вы поставили топовые руки и не паритесь но у большинства без донат точнее большинство без доната и не не имеют возможности но можно проходить даже там не стоповыми героями вам на определенный герой прокачать то есть поставьте цель хотите вы подземки либо вы хотите по локации потому что изначально для всех локаций вы не прокачаете героем никак не уснули у нас рима печальному попробуем без ну нас для этого принципе мы еще есть так окей то есть как видите я всегда стартую стыковки хоть и у меня даже на персовая до этого тоже бегал я стартовал именно с ними поехали следующее вот опять та же самая ситуация тыковку мы этом выражая кину и смотрим если тыква у вас сейчас будет проседать ее сольют быстро и даете щит если она подбегает героям ну принципе тут нормально должно быть вот она сейчас их разгонят и не будет намного проще но всегда всегда оставляйте хранителя на начальных лоблах вот видите проморгал все дальше без тыковки непонятно как она будет тут конечно же сед на ресную но тыква тут играет самую основную роль потому что без нее вот у меня питомцев сейчас как видите нету на подземке питомцы тоже играет свою роль на начальных этапах но я показываю вам то как действует именно тыковка бафора то есть они у вас должны быть прокачаны поэтому я вливаю ресурсы в тег изначально потому что она мне поможет в прохождении павые локации которые дадут возможность получить ресурсы для прокачки аккаунта по-другому никак не получится если вы там будете качать того же самого черепа либо какой-то гарнизон этого только будет мало то есть у вас должны изначально потому что на воферах основывается как бы весь фармеры без нормального фарма тем более без над вы ничего не добьетесь если добьетесь то это будет очень долго тех кто с вами начал в определенное время в тоже давайте весны тыковку это можно было не резать попробовать без нее показать разницу так поехали следующая подземка можно также атланта пробовать если у вас есть ремка лишнее ну я думаю у многих ремки лишь не нету поэтому так смотрим вот у меня плюс то что у меня как видите есть во ржае есть сед на которые дают от хил ты соответственно когда они уже заряжены мне уже попроще будет вот тут опять же сейчас главное не прозевать когда они добегут делаем и начит ну вот на разгоне они запросто вот смотрите чуть-чуть будет еще репик просто покрым сайт потому что неплохой разум получился у нас чисто из-за того что есть хорошая тыку поэтому есть перс есть изворотливость особенно владушка исцеления однозначно ставьте на тыку я уже показывал видео какая ты как а топовая еще покажу вам с девятым воодушевлением тест чтобы уже понимали на максималке что будет и будет вам нормальный фарм по-другому вы как бы ничего не сделаете без тыквы только донат поможет либо долгое с дротством и хорошие герои самая основная цель набрать 50 дойти до 10 и и зафармить на 3 звезде тогда вы можете ее пропускать и соответственно будете получать неплохие плюшки и быстрее качать свой аккаунт так отлично поехали дальше нас и всех остальных сюда можете кидать исцеления усиления на атаку смотрим внимательно смотрим то где что и как дальше будет попроще когда откроется 6 таблетка будет все намного легче и проще вас будет еще плюс один герой посмотрите сейчас у меня тыковка пока бьет ее может свете тут герой более усилен хотя принципе у меня отхила хватает с питомцами надо брать феникса и цапа будет намного проще еще всего у меня принципе героев хватает чтобы разогнать по сливать вот тыковку башни заряжаю вообще без проблем иногда бывает не хватает сливают героя там одна башня 1 процент поэтому старайтесь собой брать всегда гарнизон юнитов нанимать потому что не было бы тыковки я бы мог свободно не успеть эту подземку зафармить вот так без проблем так есть давайте уже дофармим где-то сольемся уже наконец-то и доме всех сюда видите как она проседает жестко посмотрим может убьют череп просто кромсает и на черепа разок слили держись держись отлично как раз хорошо все так разбежались как видите у героя в разная скорость бег череп дает больше всего силы у меня из-за того что имеет высокую скорость передвижение но вроде все равно пока самые актуальные это роли дает больше чем череп поэтому у меня на английском сервере куча ролинов прокачанных так мы последняя вот тут кстати могут тыковку ношу слить посмотрите не успел не вроде это же баф неправильно видите не докинул баф поспешим посмотрите насколько она разгон дала героем благодаря тому что ее так атакуют просто взлетают но и можете у себя сравнить и кто не знает как выпускать как у вас есть тыковка тут чисто бирсовая но и без берса можно свободно бегать смотрите ее башни все ближайшие заряжают ему за 4 секунды имеет полный заряд соответственно настакает не один там раз на несколько уже но это пока здесь дальше будет повеселее конечно же посложнее все все во вспомнил видите все стало очень печально череп пока дорубит там уже видите череп с другой стороны прорубил вот так вот ребят пишите комменты что вы хотите видеть какие уже подземки я вам показал основы что надо для чего возможно что-то упустим пишите в коментах покажу это обязательно следующий раз так у нас обновилась неделя по моему перезайду вот так вот поэтому смотрите видосики и будет вам счастья всем удачи всем пока